Дорогие друзья, я очень рада вновь приветствовать вас. Мы сегодня поговорим о роли родителей, о роли семьи в формировании ожирения у наших детей. Мы прекрасно с вами знаем уже, что не только предрасположенность, не только генетические основы имеет это грозное, серьезное, крайне распространенное заболевание среди детей, масштабы которого в последние годы увеличились в разы, но и роль родителей, роль сообщества, в котором ребенок растет, формируется, формируется его пристрастие и поведение крайне серьезно сказывается на тех рисках развития ожирения, которые либо реализуются у этого ребенка, либо нет. Вначале хочу напомнить, практически каждый третий ребенок в России имеет избыточную массу тела, и каждый третий из этих детей имеет ожирение. Это устрашающие цифры, потому что если образ жизни, который сейчас формируется у детей нашего поколения, закрепится с течением лет и во взрослом состоянии, он обязательно реализуется в формировании каких-либо осложнений, и закладки следующих поколений детей будут еще более пагубны, еще менее радужны. В Европе практически 29% мальчиков, практически 27% девочек имеют избыточный вес и ожирение, то есть мы видим также у каждого третьего ребенка наличие ожирения или избыточной массы тела. Та же самая ситуация и даже более угрожающе наблюдается в Соединенных Штатах Америки, и подростковое и детское ожирение фиксируются все чаще и чаще. Причины? Мы с вами уже неоднократно обращались к вопросам, почему же развивается у детей ожирение, и, конечно же, прежде всего, это достаточно обильное питание, большие порции, очень доступная пища, причем высококалорийная пища, стандарты, ну и приверженность, наверное, стереотипизация приверженности к фастфуду, обильная углеводная пища, и в то же время абсолютно сниженное количество часов активности ребенка. Все больше и больше наши дети сидят прикованные к экранам, и все наши гаджеты дают недельные статистические данные о проведенном экранном времени. Это то самое экранное время, дорогие друзья, которое и мы, и наши дети проводим у телефонов, у айпэдов, у компьютера, у телевизора. Это время неподвижности. Как правило, ребенок абсолютно не двигается часами, абсолютно бесконтрольно питается и употребляет высококалорийную пищу в больших порциях. И его физическая активность, которая призвана потратить те калории, которые он съел с этими вкусными продуктами питания, то физическая активность резко снижена по сравнению с поступившим калоражем в его организм. Конечно же, это наша среда, и это формирует отношение детей к тем факторам риска, которые нам бы с вами следовало исключить из жизни ребенка. И очень важно понимать, к чему же приведет вот такой образ жизни, такой образ питания, чем же чревато это состояние для наших детей. Мы с вами помним, что ожирение – это то самое предтече развития сахарного диабета второго типа, практически преддиабет, состояние, на фоне которого, в результате которого развивается сахарный диабет, когда сахар в крови не снижается, не затрачивается, практически в три раза возрастает риск развития преддиабета у детей с ожирением. Ожирение в 17 раз повышает риск развития патологии опорно-двигательного аппарата, скелета, суставов у детей. Существуют различные ситуации, когда ребенок с избыточным весом получает переломы, и переломы крайне тяжелые, наносящие вред и телу ребенка, и психологическому его состоянию. 70% детей с ожирением имеют уже в детском возрасте хотя бы один фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А я говорю об инфарктах, я говорю об инсультах, я говорю об артериальной гипертензии. Это те состояния, которые в нашем с вами понимании ассоциированы со старшим возрастом, с пожилым возрастом, но ребенок с ожирением уже имеет развивающиеся эти осложнения. Патология желудочно-кишечного тракта, патология печени, нарушение сна, нарушение психологического состояния ввод, настоящее детей с ожирением. Как же определить, есть у ребенка риски развития ожирения? Набирает ли он избыточный вес в результате своего образа жизни и своего образа питания? Мы знаем, что критерии избыточной массы тела у детей, мы говорим о детях до 18 лет, определяются по данным перцентильных таблиц или стандартных отклонений индекса массы тела. Если индекс массы тела вашего ребенка превышает вот это стандартное оклонение 2 или равно 2, то мы говорим уже об ожирении. Избыточная масса тела фиксируется при отклонениях меньших, превышающих стандартный индекс массы тела. Итак, дорогие друзья, сейчас мы обратимся с вопросом, как же родителю понять, что у его ребенка проблемы с весом, и зададим этот вопрос детскому эндокринологу Ольге Владимировне Васюковой. Ольга Владимировна, мы остановились уже на тех пунктах, которые необходимо соблюдать для того, чтобы ребенка предостеречь от развития избыточного веса. Но все-таки когда родитель должен заподозрить, что не все в порядке? На самом деле каких-либо абсолютных норм в понимании роста и веса у ребенка нет и быть не может по одной простой причине, что дети в силу своего возраста, мальчики и девочки, они в разные возрастные периоды растут по-разному. И какие-то индивидуальные колебания, возможно, и будет индивидуальной нормой ребенка. Поэтому если мы хотим понять, есть ли у ребенка избыточная масса тела или есть ли ожирение, то мы используем не просто определение индекса массы тела, то есть соотношение роста и веса, а смотрим еще это соотношение с учетом возраста и пола. Есть специальные таблицы индекса массы тела у детей, свои для мальчиков, свои для девочек. Так вот в норме все, что касается колебаний индекса массы тела в пределах двух стандартных отклонений от средней нормы, является вариантом нормы. Все, что превышает два стандартных отклонения – это ожирение. Все, что находится от одного до двух стандартных отклонений – это избыточная масса тела. То есть можно самостоятельно, здесь нет ничего сложного, эти графики есть в свободном доступе, в интернете. Поэтому если родитель хочет, он может измерить рост ребенка, вес ребенка, знает, сколько ему лет мальчик это или девочка, и найдя вот эти графики, просто сопоставить данные и поняв точку их соединения, находится ли это в нормативном коридоре или нет. Но можно просто прийти на прием. Проще прийти к врачу, задать все вопросы. Измерить рост, измерить вес. С помощью суперточных специальных таблиц оценить гармоничность развития этого ребенка. И, конечно, это будет более правильно, потому что… Лишний раз не вредно показаться эндокринологу даже с ребенком с нормальным индексом массы тела. И лишние вопросы эндокринологу или педиатру лишними никогда не бывают. Однозначно. Мы должны понимать, что предрасположенность, генетическая обусловленность, наличие каких-то заболеваний эндокринных или различных других систем органов, которые предрасполагают к развитию ожирения, они бывают достаточно редко у ребенка. И основной причиной, и по результатам больших исследований, проводимых в разных странах, и по результатам наших наблюдений, специалистов по ожирению Национального центра эндокринологии, мы все подписываемся под тем, что именно образ жизни и окружающая среда остаются главным фактором, способствующим развитию ожирения. Вы видите, вот здесь, на этой картинке представлены данные норвежской популяции, когда обследовали большое количество детей, имеющих те самые гены, предрасполагающие к ожирению, и сравнили их с детьми, которые не имели предрасполагающие гены. И в результате стандартного образа жизни, характерного для современных поколений, реализации и развития ожирения наблюдалось и у тех, у кого есть предрасполагающие генетические факторы, и у тех, у кого этих предрасполагающих факторов нет. Поэтому основное средство – это коррекция образа жизни, коррекция питания. Что важно при наличии ожирения у вашего ребенка? Важна солидарность, важно совместно решать проблему. Я должна сказать, что почти 40% родителей считают, что ожирение и избыточный вес – это проблема самого ребенка. Как это ни странно. И что именно сам ребенок должен справиться с этой проблемой, добиться снижения веса. И это зона его ответственности. Мы говорим о детях до 18 лет, которые в любом возрасте до 18 лет все еще остаются детьми. Более 70% подростков с ожирением считают, что ожирение оказывает сильное влияние на их состояние здоровья и самочувствия. И такое же количество подростков с ожирением испытывают положительные эмоции от общения с врачом, обсуждая с ним проблемы своего избыточного веса. Основными мотивациями для снижения массы тела подростков является желание быть в лучшей физической форме. Практически более 60% подростков, вы видите, берут на себя полную ответственность и несут бремя этой ответственности за ожирение, которое сформировано в результате образа жизни и образа питания его семьи. Я хочу сказать о том, что помимо физических рисков развития различных осложнений сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мы ни в коем случае не можем забывать о психологическом бремени ожирения. Потому что социальные последствия, психологические последствия наличия избыточного веса у ребенка сложно переоценить. Люди с ожирением подвергаются дискриминации, дети с ожирением имеют меньше друзей, они меньше общаются, они меньше двигаются и стараются уединиться. У них низкий уровень активности, психологического контакта, социальной адаптированности. Они все время в депрессивном состоянии, в беспокойстве. У них крайне низкая самооценка, низкое в результате качество жизни, потому что они недовольны своим телом, они стараются скрыться. И не привлекать к себе внимание, и в результате у них получается неполноценное и общение, и активность, и планы на собственную жизнь, на собственную социальную адаптацию. Дорогие друзья, мы с вами обращаемся сейчас за советом к доктору-психологу, который работает с детьми, имеющими избыточный вес и ожирение. И, Татьяна Анатольевна, у меня первый вопрос к вам. Ребенок с избыточным весом не живет своей отдельной жизнью, он, конечно же, живет со сверстниками, и не только в своей семье, которая его любит и старается ему помочь. Что ожидает ребенка, с чем сталкивается ребенок с избыточным весом, когда он выходит за пределы семьи? Избыточный вес – это уже привлечение внимания негативно окрашенного, и уже он становится мишенью для больших насмешек. А так как у ребенка вот этот лишний вес, он связан как бы с его внутренней неуверенностью, возможно, он заедает стрессы, то это еще больше фиксирует внимание на его внутреннем неблагополучии, и он может уходить в болезнь. И это приведет как бы к одиночеству в социуме, непониманию, замкнутостью и нарушению учебной и социальной адаптации. Но важно еще не только вот этот период времени, когда он в режиме реального времени получает негативную реакцию. Это требует разбора, требует отработки, требует преодоления, чтобы ребенок не ушел в себя. Но ведь существуют и риски будущего, которые формируются на фоне такого отношения к ребенку. Безусловно. Если это не лечить в детском возрасте, такой неуверенный в себе человечек вырастает, и мы получаем уже взрослого, пациента, который не может реализовать себя, свои таланты в полном объеме. И многое упущено и социальных возможностей, и может быть даже личная жизнь не устраиваться. А все из-за того, что надо было в детском возрасте скорректировать вот эти пищевые стиль поведения, который на каждом этапе взросления должен также взрослеть вместе и с человеком. И вы нам часто рассказываете о серьезных исходах подростковых, когда маленький ребенок набирает вес, и с возрастом формируется вот эта негативная реакция, окружающая среда, и борьба с лишним весом, она может приобрести и оборотную сторону. Когда человек, маленький человек, из состояния булемии, избыточного приема пищи, он переходит в обратную ситуацию, в нервную анорексию. И вот этот баланс необходимо внутри семьи поддерживать, соблюдать для того, чтобы не произошло той обратной реакции. Обязательно, да, потому что нормальный стиль питания – это не голодовки, не ограничения приема пищи, это не уход, так сказать, вес ниже нормы. Да, тут именно нужно помочь ребенку, так сказать, остаться в своем конституциональном весе, да, анорексия – это тема подростковая, это меняется тело из детского во взрослое, да, когда ложно может восприниматься взрослеющее тело как с избытком веса, да, как слишком, так сказать, полное. И поэтому здесь нужна поддержка семьи, чтобы все поддерживали и позитивно в семье воспринимали вот эти изменения тела и психики по взрослеющему типу. Да, для ребенка очень сложным является подростковый период, в который он входит со своими проблемами из детства. И если не создана атмосфера доверия в семье, если не сформированы правильные принципы питания, несбалансированного, с правильной физической активностью, то ребенок, получая дополнительные подростковые сложности, которые неминуемо бывают с изменением тела, он, не справившись с прежними проблемами, набирает еще дополнительные. И взрослея, как взрослый человек, он уже может набирать целый пакет, целый мешок психосоматических проблем, которые развиваются и уже несут угрозу физическому здоровью. И физическому, и психическому мы видим очень травмированного человека во взрослом возрасте. И самое важное для общества, он не реализует свой потенциал в социуме, и личная жизнь может тоже страдать. Да, уважаемые друзья, вы видите, как такая, казалось бы, несложная проблема, как избыточный вес, формирует основу и для развития различных тяжелых осложнений, и для создания предпосылок к тому, что будут проблемы с семьей, с продолжением рода, проблемы с реализацией в профессии или в каких-то интересующих сферах. И, по сути дела, недопущение избыточного веса – это основное средство избавить ребенка от целого вороха проблем, которые он может получить в будущем. Дорогие друзья, наши принципы взаимопонимания, взаимной поддержки в семье, которая должна охватить вниманием и пониманием своего маленького члена семьи – это основные принципы для того, чтобы мы предотвращали развитие ожирения у детей. Всего доброго! Конечно же, наилучший способ решить проблемы ребенка с ожирением – это подавать личный пример. Причем, начиная уже с формирования нормального веса в паре, которая планирует этого ребенка. Беременность, протекающая на фоне ожирения и избыточного веса, закладывает, мы с вами это уже обсуждали, риски развития ожирения и у будущей мамы, и у будущего плода, и у будущего малыша. И если начать профилактизировать избыточный вес до возникновения беременности, это в разы улучшит перспективы развития будущего ребенка. Поддержание нормального веса родителей – залог здоровья будущего малыша. Обязательно вместе с ребенком применять и прибегать к различным активностям, к различным совместным активным мероприятиям, различным активным времяпрепровождением. Совместно с ребенком, вместе с ним, показывая ему пример, формировать приверженность к правильному питанию и к здоровой пище, отказаться от нездоровых перекусов, регулярно и полноценно завтракать, регулярно чередовать приемы пищи, чтобы питание было сбалансировано. Приверженность тем или иным диетам, она все-таки, как ни крути, сказывается впоследствии очень неблагоприятно. Поведение родителей ребенка с ожирением закладывает всю основу дальнейшего здоровья ребенка. И если ребенка обвинять или призывать самостоятельно решать эту проблему, то можно достичь самых плачевных результатов. Родители с избыточной массой тела склонны недооценивать проблему, склонны недорабатывать и не отрабатывать эти проблемы с ребенком, и тем самым закладывает риск развития инфарктов, инсультов, гастритов, язвы у своего ребенка, который разовьется впоследствии у взрослого человека. Но при этом строгие пищевые ограничения также, в свою очередь, могут становиться причиной последующего набора веса, поскольку у ребенка наблюдается психологическая нестабильность. Питание. Вот давайте остановимся на некоторых основных принципах питания. Как минимум, оно должно быть 4 раза в день. Завтрак должен присутствовать в питании ребенка обязательно. Учить детей нужно принимать пищу медленно, сбалансированно, не торопясь и без какого-либо сопровождения телевизором, айпэдом, телефоном и так далее. Сладкие фрукты должны составлять не более одной порции в день у ребенка, и наша приверженность к поглощению различных сладких фруктов в течение дня также имеют пагубное влияние на будущее формирование веса ребенка. Исключить все сладкие напитки – это тот закон, которому мы стараемся призвать сейчас практически в масштабах всей страны, все наше государство. И сокращение сладких соков, морсов, йогуртов, сладкой той же творожной массы, компотов, излишнее количество сахаров, которые находятся в этих продуктах, предрасполагает к снижению чувствительности к инсулину собственных клеток ребенка, формирует приверженность к сладким продуктам и создает предпосылки для того, чтобы у него развился избыточный вес. Большое количество воды, чистой воды, которую должен пить ребенок в течение дня, показывая пример, здоровое тело – это тело с большим количеством жидкости. Потребление воды должно быть соответствующим. То есть мы пьем не сладкие напитки с ребенком, а мы пьем чистую воду, не сладкие напитки. И, конечно же, приверженность к каким-либо диетам, жесткая приверженность – это все-таки залог дальнейшей разбалансировки. Диета должна быть только по строгим показаниям. Если есть непереносимость каких-то продуктов, действительно, реальная, подтвержденная, а не сформированная на злобу дня. Сбалансированное питание, с содержанием всех видов продуктов – это залог здоровья ребенка. Мы говорим о том, что ожирение важно предотвратить. Это гораздо легче, чем потом лечить. Потому что вы нам можете очень много рассказать об исходах и в анорексию, и в булимию, когда взрослые дети, подростки, с запущенными нарушениями пищевого поведения, какими-то психологическими проблемами, имеют тяжелые осложнения. Наша задача сейчас – научить родителей, как создать комфортную обстановку в семье, как не допустить развития ожирения и как заподозрить его на ранних этапах предрасположенность к развитию избыточного веса. Как вы нам посоветуете, нужно ли заставлять ребенка придерживаться определенных норм питания, нужно ли соблюдать жесточайший режим, который требует доктор, который расписал диетотерапию? Спасибо за вопрос. Мы придерживаемся здорового стиля питания. Диета сейчас уже понятие больше негативного, чем позитивного. Здоровый стиль питания – это когда можно есть всё, но это порционно, сбалансировано, разнообразно, вкусно. С положительными эмоциями. С положительными эмоциями, с удовольствием. И, конечно, нельзя у ребенка забирать десерты или акцентировать, что он съел лишнюю булочку. Надо больше физической активности, больше эстетических удовольствий. Что-то лишнее съел – иди поиграй. Иди поиграй, побегай, попрыгай, потанцуй. И не фиксировать, иначе это опасно, пищевыми неврозами, когда идет невротическая фиксация на то, что ты съел, и уход уже в невроз. Скажите, пожалуйста, мы знаем из последних исследований, что ребенок склонен за избыточный вес самого себя винить в формировании такого внешнего вида, избытка жира. Это его определенным образом тяготит. Да и родители, как показывает практика, тоже склонны закрепить эту ответственность за ребенком. Правильный ли это подход? Тут не надо путать идею вины, которая у детей формируется, и ответственность, которую необходимо ребенку формировать в период взросления, и когда уже ответственность за пищевое поведение уже лежит на ребенке. Вот сколько он съел, как часто он принял пищу, насколько она разнообразна. И так как ребенок зависит от значимых взрослых, то, конечно, у него это чувство вины сразу возникает, как только взрослые делают какие-то замечания. Поэтому очень важно это чувство вины предотвращать. Он не виноват. То есть если начинает больше есть, ребенок, значит, в стрессе, снизилась стрессоустойчивость, у него не хватает ресурсов на здоровую адаптацию, и не надо бояться обращаться, так сказать, вот к психологам, которые помогут решить вот психоэмоциональное напряжение и отделить от приемов пищи. И правильно ли, что наилучшим вариантом решения проблемы является объединение вокруг этой проблемы ребенка, и вероятнее всего, что и всей семьи, и наилучшим лечением или наилучшим выходом из ситуации является собственный пример? Безусловно. Это самое важное. Потому что семья – это система. И если один член семьи, так сказать, находится в стрессе, то, безусловно, это оказывает влияние на всех членов семьи, и старшие, так сказать, взрослые должны объединиться и поддержать ребенка. Значит, ему нужна эмоциональная поддержка, ему нужна, так сказать, духовная, эстетическая поддержка. И здесь больше нужно внимания уделять развитию ребенка, его, так сказать, способностям, чтобы вот эта невротическая фиксация на приеме пищи, она аннулировалась вовремя, пока не развился пищевой невроз. Дорогие друзья, то есть, как мы с вами и говорили, основным принципом вытащить ребенка из состояния ожирения, не дать ему войти в статус избыточного веса – это комфортная, доброжелательная, объединяющая обстановка в семье, очень активная взаимоподдержка, взаимопонимание и максимальное предрасположение ребенка к совместным мероприятиям, к совместному активному образу жизни и к принципам правильного, регулярного, здорового, сбалансированного питания. Физическая активность. Нужно формировать поведение ребенка и всей семьи, исходя из того, что минимум три раза в неделю необходимо заниматься каким-либо активным времяпрепровождением, желательно на свежем воздухе, и в день желательно, чтобы ребенок проводил не менее часа в виде прогулки, гимнастики, подвижных игр. И даже физическая активность в виде домашней уборки, вы видите, что формирует затраты энергии даже больше, чем час волейбола. Полтора часа уборки по дому для ребенка без сопровождения телевизора, айпеда, может быть, совместно с родителями, с положительными эмоциями дает достойную затрату энергии. Приготовление пищи – тоже затрата энергии. И домашние дела – это тоже физическая нагрузка. Ольга Владимировна, мы говорим с родителями о том, что ребенок, у которого имеется ожирение, требует обязательно корректировки образа жизни, корректировки питания. И эти принципы должен изложить доктор, эндокринолог, педиатр, специалист по детскому ожирению лучше всего. И, конечно, это большая работа. Это большая работа. И подчас, как вы нам рассказываете, дети имеют очень большой вес в запущенном состоянии. Как у меня складывается впечатление, все-таки самым основным и эффективным является недопущение ожирения. То есть вот тот якорек на ранних этапах развития ребенка. Посмотреть на свою семью, заподозрить, что не все в порядке, что-то мы как-то набираем вес, и уже своевременно, как можно раньше, что-то подкорректировать, изменить физическую активность, правильное питание ввести и так далее. Но существуют действительно очень запущенные случаи. Существуют случаи, когда малоэффективны любые меры без медикаментозного лечения или каких-либо других видов лечения. Скажите, пожалуйста, для детей, вот мы знаем, что для взрослых существует бариатрическая хирургия как последняя инстанция, а до этого мы перебираем большое количество медикаментозных средств. Можем ли мы рекомендовать ребенку какие-то таблетки или какие-то средства медикаментозные? Работают ли они на детях? Безопасны ли они для детей? Да, вы абсолютно правы. Конечно, в идеале это недопущение. И вот это, наверное, то, чем в ближайшее время должны заниматься эндокринологи и педиатры, потому что до сих пор в сознании нашего общества пухлый малыш – это здоровый малыш. И даже если все эксперты говорят о том, что это ожирение, вот сознание семьи и общества, еще же и папа с мамой, как правило, тоже имеют лишний вес, и поэтому заставить не просто признать это и прийти к врачу, но еще и заставить перестроиться, поменять – это всегда сложнее. Хотя, как показывают все международные исследования, вот именно своевременное вот такое вот участие на этапе избыточной массы тела. Именно у детей младшего возраста – 6, 7, 8 лет – это вот то волшебное окно. А лучше еще раньше. А лучше вообще не допускать этого. Это то волшебное окно, когда ребенок, приходя уже к возрасту подросткового, он с вероятностью 99% уходит абсолютно здоровым подросткам и взрослым уже во взрослую жизнь. Но если все-таки этого не произошло, и мы на самом деле видим вот то самое ожирение с весом 100 и больше килограмм, для подростков на сегодняшний день, то есть для детей от 12 лет и старше, у тех, у кого мы доказали неэффективность ранее проводимых всех мероприятий по образу жизни, то есть не просто пришел ребенок с мамой, и мама говорит, дайте нам таблетку. Нет, то есть мы обучили, рассказали, мы увидели, что они нас услышали, что они на самом деле соблюдают те рекомендации, которые им предписаны, и стараются, но все равно вот в какой-то момент не хватает вот медикаментозной поддержки, то вот для таких подростков у нас на сегодняшний день в арсенале есть несколько совершенно эффективных, безопасных, хорошо изученных в том числе у подростков препаратов. Поэтому да, мы можем применять медикаментозную терапию ожирения у подростков вот с такими выраженными формами. Ну и, к сожалению, так же, как и взрослых, к сожалению, говорю, потому что морбидное ожирение для детей – это, наверное, самая трагедийная страница нашей истории в детской эндокринологии. Мы не хотели бы видеть детей с весом 140-150 кг в возрасте 12-13-14 лет, но в случае морбидных запущенных форм, которые тоже связаны не просто ожирение, а еще и с сахарный диабет, тяжелый неконтролируемый артериальный гипертензий, синдром апноэ сна, то есть когда ребенок может просто вздохнуться во время сна от такого выраженного ожирения, вот в таких эксклюзивных случаях в качестве исключения мы сегодня рассматриваем возможность применения имбариатрической операции у подростков. Но еще раз повторюсь, это все-таки вот самая-самая исключительная эксклюзивная ситуация. Я, как взрослый эндокринолог, категорически не приемлю вмешательства настолько радикальные в детском возрасте, но, конечно, случаи бывают разные. Вы нам рассказывали целый ряд ситуаций, когда только бариатрическое лечение помогло стабилизировать и дать возможность... Сохранило, по сути дела, жизнь ребенку. Но я хочу еще напомнить, что на этапе обследования, когда ребенок с избыточным весом приводится родителями к врачу-эндокринологу, мы с вами исключаем различные заболевания, которые сопровождаются развитием ожирения. И вот в этой ситуации, если поставлен диагноз какого-либо либо нейроэндокринного заболевания, либо какого-то, может быть, наследственного заболевания, когда известно, чем можно поправить ситуацию, и вот в этих ситуациях у нас есть медикаментозные средства, которыми мы можем действительно помочь человеку, маленькому человеку, если у него поставлен конкретный диагноз. Это тоже возможность медикаментозного лечения ожирения. Вы абсолютно правы. И вот тот тренд, то, что детского ожирения сегодня становится очень много, ведь еще должно настораживать врачей, почему. За диагнозом ожирения может скрываться еще и другой совершенно диагноз. И он и пришел с жалобами на избыточную массу тела, но за ними могут скрываться и нейроэндокринные опухоли, и какие-то наследственные заболевания, которые просто вот так вот проявились первым синдромом ожирения. Поэтому здесь вы абсолютно правы в том, что мы в первую очередь, и почему лишний раз это повод обратиться к врачу, для того, чтобы исключить все остальные причины, и быть уверенным, что это то самое простое или современным языком полигенное, конституционально-экзогенное ожирение. И вот тогда уже, да, мы включаем мероприятие по модификации. В случае, если нужно, подключаем терапию медикаментозную, связанную именно с ожирением. Но при этом мы уверены, что здесь нет вот каких-то других, более серьезных и требующих, соответственно, совершенно другой теологической терапии заболеваний. Дорогие друзья, то есть первое, для чего вы идете с вашим ребенком к врачу, чтобы он поставил точный диагноз и назначил точное лечение. И, возможно, уже первый ваш приход завершится тем, что будет назначено очень эффективное лечение, и вы справитесь с болезнью вашего ребенка. Если многие усилия, потраченные на корректировку, которую вам назначает врач, не приводят к результату, тогда врачи рассмотрят какие-либо возможные средства воздействия на вес вашего ребенка, и уже из взрослого арсенала могут применять определенные медикаментозные или другие врачебные тактики. Если у вас есть сомнения, что происходит с вашим ребенком, нормальный у него вес, или он уже начал формировать избыточную массу тела, обратитесь к специалисту. Прежде всего, вам надо пройти обследование у врача-педиатра или врача-эндокринолога. Специалист разъяснит ситуацию, даст необходимые рекомендации, и вы сможете сформировать для всей вашей семьи и для вашего ребенка здоровый образ жизни, принципы здорового питания и сформировать здорового будущего взрослого человека.